шалом дорогие друзья всем доброй ночи знаете исход субботы это самое лучшее время для того чтобы давать уроки то почему потому что в субботу мы слышим недельную главу в синагоге мы слышим дивретора слова торы от разных знакомых людей от раввинов мы читаем автору и получаем огромное количество информации да если не мы тут я говорю о себе без от ашем с божьей помощью получаю большое количество информации духовной беру самое лучшее из этого и сейчас я могу донести какие-то мысли самые интересные самый подходящий вам прямо как говорится горячей из печки донести до вас как видно как слышно напишите пожалуйста те кто со мной я к сожалению не вижу сколько народу нас здесь но каждый человек это целый мир каждый человек важен я рад каждому человеку который здесь прямом эфире и каждому человеку который будет смотреть этот эфир в записи доброй ночи светлана доброй ночи сергей доброй ночи николай шалом слышно видно будет отлично тогда для начала дорогие друзья я вам хочу поделиться с вами интересные очень комментарии очень интересным комментариям который я слышал от одного знакомого раввина комментарий на автору автора это то что читается после недельной главы это сегодня читалось в синагогах всего мира и точно также я слышал то сегодня это отрывок из пророков и написано в во второй книге малахим книга царей известная история про того про то как же женщина одна женщина приходит к или же она из сыновей пророков и с воплем говорит помоги она рассказывает что муж ее умер и двух ее сыновей взаимодавец хочет взять себе в рабы и и лишь спрашивают ее что у тебя есть она говорит посудина с маслом или же говорит взять у соседей у соседей пустые сосуды и налить туда масло и происходит чудо это масло льется 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 и не заканчивается все сосуды наполняются масло да и таким образом она идет продает и получает деньги которые нужны интересно напишите пожалуйста кто не знает эту историю это известная история до напишите пожалуйста минус те кто не знает эту историю интересно да мы пока идем дальше адмара закин основатель движения хаббат очень красиво объясняет эту историю он говорит так что женщина это как вы думаете кто это наша душа душа каждого из нас там наверху она чувствовала жгучее желание приблизиться прилепиться к торцу а здесь в этом мире это желание вдруг пропала умерла и слова муж и ши на иврите можно прочитать как мой огонь да мой огонь этот тот огонь который был у меня огонь стремления к творцу он вдруг пропал огонь страстного желания приблизиться к всевышнему умер и более того говорит душа двух моих сыновей страх и любовь взаимодавец кто такой взаимодавец это злое начало это животная душа наш до если более конкретно то что я посмотрел немножко источник там говорит это это наша животная душа хочет поработить сделать чтобы вместо того чтобы стремиться к творцу чтобы мы стремились к мороженому к еде к машинам к покупкам к материальным вещам и забыли про всевышнего это то что хочет злое начало это в принципе то к чему нас склоняет животная душа но что говорит илиша что нужно делать нужно набрать пустые сосуды пустые сосуды это митцвот пустые сосуды это митцвот заповеди которые мы делаем которые даже если они пустые от любви к всевышнему и страха перед всевышним все равно они нам дают с божьей помощью жажду приблизиться к творцу и кроме того что такое масло которое осталось у женщины вот этот кувшинчик масла вот это бутылочка масла да это масло это сама душа если более точно это . божественной мудрости которая находится в животной душе да и через эту точку мы можем приблизиться начать заново воспламенять свою натуру свое естество любовью и страстным желанием приблизиться к творцу и наша душа каждую ночь когда мы идем спать она обращается к всевышним и говорит всевышний помоги я хочу опять начать гореть желанием приблизиться к тебе это то что мы должны говорить всевышний я хочу почувствовать опять это желание пожалуйста дай мне это желание приблизиться к творцу приблизиться к тебе творится до божьей помощью чтобы мы это почувствовали страстное желание приблизиться к творцу мы его чувствовали постоянно и мы потихонечку переходим к нашей теме к нашей теме так вот я вижу я вижу один человек поставил минус хорошо значит кто-то не знает бывает это нормально я вам советую посмотреть этот эту историю тот кто не знает историю посмотреть эту историю в оригинале это книга царей начало 4 главы если я не ошибаюсь 2 книга царей теперь дорогие друзья для начала новой темы я начну с анекдота дональд трамп с женой едут на машине вдруг жена его говорит слушай остановись пожалуйста с нами машина секунду хорошо трамп останавливает машину и жена открывает стекло и кричит привет какому-то дворнику который подметает улицу это смотрит на него привет как дела она начинает говорить вот помнишь школе было так 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 15 минут они говорят но после этого прощаются все хорошо трамп закрывает окно продолжает ехать на машине полное молчание трамп в шоке проходит пару минут он смотрит на свою жену и говорит слушай кто это и жена говорит ну ты знаешь это мой одноклассник я его 20 лет не видел интересно с ней поговорить еще проходит время пару десятков секунд молчание и трамп говорит ты знаешь представляешь чтобы было если бы ты вышла за него замуж его жена не стесняется отвечает знаешь я знаю что все было бы хорошо он бы был президентом что нам намекает этот анекдот что женщины влияют на мужчин но тора говорит нам что точно также мужчины влияют на женщин и это очень важно знать и так дорогие друзья сегодня мы поговорим на эту очень важную тему как не злиться на жену на мужа сегодня мы затронем тему из чего проистекает раздражение на жену и на мужа мы поговорим о том что семейное счастье приходит к тому кто ориентируется на отдачу в семье мы поговорим что можно начать давать жене и мужу не ломая себя мы поговорим о том как это сделать мы поговорим зачем мы женимся выходим замуж мы поговорим о том что муж и жена которые находятся в непротиворечим торе союзе одно целое я сегодня собираюсь рассказать что уподобиться творцу можно только в семейных отношениях которые обязывают давать я сегодня с помощью расскажу почему наш братец аврам так много времени тратил на прием гостей расскажу про семью в которой жена сильно согрешила перед мужем и что сказал раввин этому мужу расскажу что означает фраза в комаре о том что тот кто уважает жену разбогатеет с божьей помощью мы узнаем какая главная потребность женщин и того кто дослушает этот урок до конца ждет с божьей помощью подарок и так дорогие друзья что делать если вас раздражает жена или муж ситуация нередкая для нашего времени особенно в этот непростой период и давайте сейчас кстати говоря проверим кое-что давайте те кто со временем появление корона вируса ну например месяц март до сегодняшнего дня хотя бы раз их муж и жена раздражали напишите единичку кто не боится сказать правду да нормально меня раздражал муж меня раздражал и жена бывает кто у кого это было с месяца марта до сегодняшнего дня поставьте единичку влада спасибо да это необходимая тема я на себе почувствовал вот пошли единички отлично не стесняйтесь не стесняйтесь давайте будем честными самим с собой сейчас наша честность начинается про начинает проявляться и таким образом мы начнем более честно смотреть на себя на свой внутренний мир и более честно и открыто поймем что нам с этим делать окей окей вот единички отлично конечно у всех это было наверное и когда человек чувствует раздражение на вторую половинку даже один раз в день я вам скажу я считаю что это значит что надо исправлять ситуацию скажу вам по секрету дорогие друзья что обычно это чувство произрастает из ошибочного мировоззрения кто стоит в центре вашего мира подумать кто находится в центре вашего мира вашего мировоззрения если это вы ваше удовольствие то вы вряд ли будете счастливы брать если в центре мира человека находится только он сам как говорится пуп земли и только думает о том что еще другие могут ему дать счастье в семейной жизни ему вряд ли светит правый сраиль салантер говорил что если молодожены настроены набрать это уже начинает разрушать семью и наоборот когда человек думает что нужно моей второй половинки как я могу и помочь как она себя чувствует он не будет на нее злиться и само собой построит счастливые отношения ну и как бонус он получит от нее такую отдачу чтоб каждый понимающий скажет холода его вложение в жену реально окупилась может быть кто-то сейчас подумал ну что ты мне рассказываешь известные истины я все это знаю у меня просто не получается это реализовать да и вообще нужно ломать себя для этого уступать прогибаться по вторую половинку потяну под мужа не хочу это не для меня ты что кто-то может сказать можешь мне помочь стать дающим просто вот давать до без того чтобы думать что я от нее получу что я от него получу до женщинам это проще отцена над мужчинам я сейчас обращаюсь без того чтобы ломать себя и я скажу дорогие друзья да с божьей помощью можно начать давать без того чтобы ломать себя представьте себе ну и что для этого нужно спросите вы нужно понять одну принципиальную вещь не перейду сейчас только сейчас посмотрим что люди пишут так окей пока ничего нового зуба нет что надо понять понять нужно такую вещь всевыжний создал институт брака семью не для того чтобы мы страдали а для того чтобы мы стали подобными ему потрясающе и не случайно что в торе слова прилепиться кому-то упоминается только в отношении всевышнего и в отношении женщины написано уботит бак и прилепить к нему всевышнему выдавак бы и что и прилепиться к женщине учат наши мудрецы что это означает что по-настоящему приблизиться к богу можно только через семейный союз говорят наши мудрецы что только в супружеской жизни мужчина и женщина учатся по-настоящему давать тут есть обязательства тут невозможно сказать а иди в бане все надоело и перестать общаться и таким образом мы учимся давать так же как дает всевышний посмотрите как дает всевышний он дает дождь и пропитание всем вне зависимости от поведения да он продолжает каждый миг оживлять нас он продолжает каждый миг оживлять даже грешника который его поклинает в духовном мире мы знаем что подобное притягивается поэтому чем больше мы развили в себе умение давать несмотря ни на что тем ближе мы становимся к всевышнему то есть человек который хочет по-настоящему быть близок к всевышнему он должен быть похожим на него какое основное качество творца это мы изучаем еще в месилат и шарим в книге путь праведных что основное качество творца он хочет давать давать нам благо да и поэтому тот человек который воспитывает себя и это качество давать благо другому ближнему он постоянно в себе культивирует таким образом человек этот мужчина женщина они приближаются к творцу представляете как классно а теперь я перехожу главному утверждению если муж и жена живут в кошерном браке то оба должны знать эти отношения от творца и творец соединил вас вместе соединил ваши души и вы теперь одно целое то есть вы как одно тело на самом деле на арамите муж и жена называется гуфа хад поточнее скажу на арамите называется муж полга гуфа и жена полга гуфа то есть половина тела муж это половина тела и жена половина тела знаете я люблю такую шутку говорить мы знаем что женщина не человек но мы знаем что мужчина тоже не человек они человек только когда они вместе согласны конечно только вместе мы одно целое и от ее счастье зависит мое счастье и наоборот от моего счастья зависит ее счастье если вы слышите сейчас шум это просто у меня под окном вот гиены по-моему это называется ночью у них начинается такой период пару минут и не замолкает солнца мог так что пишет комментарии пока ничего надеюсь все меня слушают если есть вопросы пишите я буду рад теперь мы переходим к следующему следующему пункту почему наш праотец авраам постоянно принимал гостей ответ напрашивается сам из того что я объяснил потому что он знал что милосердие отдача доброта это то что делает его и нас подобным творцу приближает нас к творцу также и в браке если вы даете даже если вторая половинка этого не заслуживает до всевышний дает даже если человек не заслуживает всевышний каждый день если кто не знает каждую секунду он нас творит из ничего то есть в принципе весь мир это как мультик такой знаете как каждый кадр его нужно нарисовать и точно также всевышний как бы до рисует нас каждое мгновение если он засомневается продолжать творить этот мир из ничего или нет то просто мира не будет вот эти мгновения которые он сомневается да всевышний дает пропитание всем если вы даете человеку даже когда он не заслуживает то тогда вы становитесь подобными творцу еще больше я слышал такой рассказ читал воров то у гора что один парень а в рэх религиозный человек обратился к раввину с вопросом что делать его жена у него началось или было какой-то психической заболевание она просто начала скатываться духовном плане и она просто напросто сделала очень очень плохой поступок не говорится какой и раввины решали должен ли он после этого с ней продолжать жить есть такие поступки после которых нужно сразу развестись и раввины решили что ему можно с ней жить и он спросил своего права что равв советует продолжать жить или развестись и раввинат ему сказал смотри я понимаю ситуация это непростая но я тебе скажу сразу если ты сможешь принять свою жену то я завидую твоей награде на небесах сказал его раз таким образом ты привлекаешь милосердное отношение всевышнему к себе и ко всему еврейскому народу который называется женой творца по принципу мера за меру представляете то есть точно так же многие другие мужчины как вы относитесь к своим женам точно так же всевышний относится к вам и вообще к всему еврейскому народу ну и женщины тоже если вы относитесь к своему мужу хорошо точно так же как вы относитесь к своему мужу тоже по принципу мера за меру я думаю что вы привлекаете отношение к всевышнего всевышнего ко всему еврейскому народу потому что мы называем мы пара еврейский народ и всевышний поэтому так как пара себя ведет по отношению друг другу точно также всевышний ведет себя по отношению к еврейскому народу вообще правило таково если один из пар изменяется то второй тоже просто вынужден измениться порой бессознательно такого как говорится сэ лави и понимаете то есть мы как сообщающие сосуды то есть не говорите вот я такой хороший я меняюсь и она нет если вы по настоящему меняетесь у него просто не остается выбора особенно это касается мужчин поэтому один крутой лайфхак для мужчин хотите благословения вашем деле лайфхак который поможет вам захотеть давать вашей жизни добро благо делать все хорошие хотите разбогатеть пожалуйста наши мудрецы говорят об этом написано в море трактат баба митция страница 59 перевожу по смыслу сказал рав хельбу пусть всегда будет мужчина осторожен в уважении к жене потому что благословение находится внутри его дома только из-за жены о представляете откуда это учит из нашей недельной главы где написано что аврааму всевышний дал благо из-за сары уже прошу позапрошлое получается недельная глава который читал на прошлый шаббат из-за сары его жены теперь я приготовил дорогие друзья для вас просто бомбу которая дает вам мотивацию уважать и ценить ваших жен продолжает гмора и говорит что великий тана по имени ровы сказал своим ученикам цените уважайте своих жен чтобы быть богатыми что это означает это говорит великий мудрец зачем уважать джон чтобы разбогатеть это все что нас интересует жизни давайте зададимся этим вопросом великий мудрец представляете вместо того что уговорит от близости к творцу он будет разбогатеть что за погоня такая вообще за материальностью объясняет раб моша бойеру что ровы не имел ввиду только материальное богатство ни в коем случае ровы имеет ввиду изобилие во всех необходимых человеку областях в области тары здоровья отношениях с людьми и так далее а если вы меня спросите почему я не говорю таких же вещей для женщин ответ просто женщина по природе своей нуждается в том чтобы муж ее ценил и уважал безусловно это одна из главных душевных потребностей женщин если она получает удовлетворение этой потребности от мужа есть становится так хорошо что она сама начинает давать мужу то что ей нужно то что ему точнее нужно давать мужу то что ему нужно да по простому делает его счастливым и дорогие мужчины я уверен уверен что вы согласитесь с неоспоримым фактом что точно так же как женщина умеет профессионально вывести мужа из себя точно также она профессионально может сделать его счастливым как говорится зелью мадзе барай руки это напротив того сделал творец ты всегда когда мы видим какое-то отрицательное качество человека это значит что наоборот он тоже может это очень важно знать напоследок небольшой пример до какого уровня близость можно дойти рав ари левин известный иерусалимский праведник живший в прошлом поколении когда пришел с визитом к врачу по поводу своей жены вместе с женой они пришли вместе он сказал нам болит нога моей жены представляете до такого уровня близости он дошел с ней и так давайте подвергнем резюме итоги сегодня я рассказал вам анекдот про трампа который намекает нам что жена очень влияет на мужей наоборот до этого я рассказал про душ про душу да что мы должны стремиться и молиться о том чтобы почувствовать стремление к творцу я рассказал вам про раздражение на жену и мужу мужа что она произне проистекает из ошибочного мировоззрения и из ориентировки на получить вместо того чтобы дать получить удовольствие для себя вместо того чтобы дать и тогда получить удовольствие ну как минимум да самое лучшее это просто дать удовольствие будет или не будет неважно я даю потому что такова воля творца мы поговорили о том что семейное счастье приходит к тому кто ориентирован на отдачу в семье я рассказал вам что можно начать давать жене и мужу не ломая себя я рассказал вам как понять что таким образом вы становитесь подобными творцу приближаетесь к нему то что вы одно целое что один зависит от другого я рассказал вам зачем мы женимся выходим замуж до для того чтобы уподобиться творцу я рассказал что поняв что муж и жена которая находится в непротиворечащем торе союзе одно целое я рассказал вам что уподобиться творцу можно только в семейных отношениях которые обязывают давать я рассказал почему наш авраам так много времени тратим на прием гостей я рассказал про семью в которой жена сильно согрешила перед мужем я рассказал что означает фраза говоря о том что тот кто уважает жену разбогатеет и комментарий неё и я рассказал вам какая главная потребность женщин теперь посмотрим что люди пишут так 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 а что попробовать по поводу супружеской неверности это то что я говорю вот этот рассказ про жену которая плохо поступила каждый вопрос нужно обсуждать травина по поводу супружеской неверности это очень тонкий щепетильный вопрос не буду вообще затрагивать здесь мира шуст может они изначально не подходили друг другу смотрите мы это то что я сказал что если муж и жена находятся в кошерных отношениях то есть они женились поженились и находятся в браке не прочего в союзе не противоречащим торе то есть это еврейка с еврейкой узнаете своих раввинов какая какая если есть вопросы да что такое не противоречащий торе союз до если они находятся в этом союзе это означает что они изначально подходят друг другу понимать и это означает что они друг с другом могут научиться давать друг другу давать давать это в данном случае я говорю не постели я говорю о том чтобы научиться давать благо добро другому человеку точно так же как всевышний нам дает пропитание дает нам удовольствие дает нам друзей дает нам солнце дает нам дождь точно также мы должны научиться давать своему своей второй половинке то что ей нужно да даже если она не отвечает взаимностью на данный момент на самом деле если мы по-настоящему даем то что второй половинке нужно обязательно она будет отвечать взаимностью ну если предположим такую ситуацию что нет значит это исправление человека я на эту тему расскажу вам еще одну историю кстати говоря как-то раз пришел один человек кори за люб и сказал слушать слушай дорогой аризаль я просто не могу больше жить с моей женой она просто плохая жена она просто меня терроризирует каждый день к оскорбления каждый день она меня пилит я больше не могу сказал аризаль я вижу что это твой текун твое исправление если ты с ней продержишься то тебя не будет вообще никакого наказания в геноме ты будущем мире сразу попадешь в рай и ты тогда сделаешь все свое исправление здесь этом мире то есть хорошее обещание если ты с ней еще продержишься то сразу идешь в рай сайте и этот муж подумал говорит да я еще продержусь сколько смогу продержусь приходит он домой и так как он уже на на стал спокойный в отношении женя изменяется он начинает и более спокойно реагировать не злиться и жена видишь что-то случилось слушай ну-ка расскажи мне что такое что-то вижу что то ли то ты чё такой спокойный стал он вот я тебе скажу правду мне сказала резаль что ты мой текун ты мое исправление и если я продержусь еще то я попадаю в рай сразу она как только это услышала ты в рай с моей помощью никогда я для тебя сейчас буду хорошей женой только чтобы ты не попал в рай мужчина огорчился в кавычках пошел опять к резалью говорит аризаль проблем что делать жена не хочет чтобы я в рай попала ты стала хорошей женой что делать как я как я сделала свое исправление сказал ему аризер это значит что твоя жена из области напротив как говорится эзер каникдоп помощь помощница напротив стала эзер стала тебе помощницей так что радуйся жизни твой текун твое исправление закончилось теперь твоя жена стала тебе помощницей такова воля творца ты уже заслужил свой будущий мир мир ашу спрашивает так это просто обязанность называется супружеской если раз правильно понимаю да супружеская да бывает даешь даешь за все вопрос сколько можно да да я согласен и когда вы осознаете посмотрите в записи еще раз этот урок до объяснение зачем это нужно да вы хотите быть близки к творцу вот знаете когда у вас возникает ощущение что болен сейчас я буду на него кричать все я больше не могу подумайте что вы выбираете злиться или приближаться к творцу и сделать этот выбор подумайте в может быть может и сейчас подумать что для вас важнее злость выразить свою злость до покричать или приблизиться к творцу кроме того если вы понимаете что сейчас то что вы покричите но спокойно да вы предположим выбрали близость к творцу вы понимаете что сейчас для улучшения отношений нужно немножко покричать бывают такие ситуации покричите спокойно покричите спокойно поговорить с ним обычно обычно тем более с мужчиной помогает спокойный разговор давай поговорим давай объясним за чашечкой кофе чая за обедом за ужином в спальне и так далее да в тот момент когда человек настроен просто поговорить спокойно объясниться и в 99 процентов случаев тогда партнер ну как минимум начинает задумываться в конце концов исправлять свое поведение и как долго можно давать ничего не получаю замен кроме слов хороший вопрос смотрите всевышний даже слова не получает замен иногда всевышний получает замен только проклятие бывают такие ситуации я верю и тем не менее он продолжает давать наша задача это стать подобным ему и чем больше вы можете держаться и давать тем лучше это не означает не решать тех проблем те проблемы которые у вас есть в семейных отношениях до один из пластов которые я затрону просто если вы хорошо осознаете этот пласт то вы понимаете что зачем мне злиться я сейчас лучше сделаю то что приближает меня к творцу то есть это и давание и с другой стороны это решение тех проблем которые есть я не говорю что нужно от всего отгородиться просто давать давать и давать естественно мы должны поступать мудро давать это один из пластов если вы настроены на давание то тогда вы спокойны вы не беситесь того что муж что-то не то делает вы просто делаете то что нужно исполняете волю творца приближаетесь к творцу и так получается что ваши отношения обязательно таким образом улучшится да потому что творец входит в ваши отношения как говорится и шиша вы наверно знаете ноги это пример я его напомню и шиша до условий лишь есть ют сон мешает и гей до ют и гей это имя творца то есть если муж и жена правильно объединяются то там в их отношениях находится творец а если они убирают творца из отношений то тогда это остается только эш-эш огонь огонь два пламени которые друг друга пожирают так еще вопросы правильно нет никак роботы мы стремимся мы стремимся стать подобными творцу ни в коем случае никакого и никак когда это буба датит и не как религиозной куклы ни в коем случае бывают ситуации не можешь так не можешь так и иди побегут ты бутылкой к стену иди поплачь всевышнему поплачь мужу поплачь жене разрядись до каждый должен знать себя соответствии со своей натурой я говорю о том какая у нас должно быть мировоззрение если у вас будет то мировоззрение которыми говорил что я даю для того чтобы быть ближе к творцу и мужчины будут думать я сейчас даю жене это даст мне изобилие во всех сферах ему быть намного проще давать понимаете так хочу научить дарать благо цель второй половинке да иначе брак как лотерея да на самом деле на самом деле более того без того чтобы думать о том как давать не только вот не то что лотерея тогда просто практически с любым человеком приходится в конце концов разводиться потому что если еще до детей например как-то плюс-минус можно ужить когда появляются дети первый ребенок еще кое-как второй ребенок тяжелее третий ребенок там если появляется то это вообще это это постоянно возникают ситуации когда нужно прощать когда нужно давать даже если не хочешь если не семьи не второй половине то детям постоянно возникают ситуации которые наступают на твой эго и без этого практически нереально да так что человек женился первый ребенок второй все разводится на это это не путь любые любые два человека которые были не были друг с другом какие бы не были они идеальны и в любом случае терки когда-то начнется то есть тот человек который ищет идеальную вторую половину ему придется постоянно разводиться это не реально без работы над собой найти вторую половину лично я так думаю наверное если много лет объяснять своему же что он не жираф не доходит до него то лучше развод не нужно объяснять может что он не жираф нужно просто его уважать по-настоящему уважать так как говорит трампом больше чем вы можете можете чем вы можете чем вы можете чем вы можете чем вы считаете нужным попробуйте попробуйте хотя бы неделю до по-настоящему дать ему самое большое уважение которое только можете да не то что вы считаете что ему подходит не то что вам это было бы классно а максимальное уважение которое только можно да и вы увидите как его отношения к вам поменяется я слышал недавно прав за мир коэн говорил я его понял так что тот человек который соблюдает то что написал рамбан у него будет хороший семейный союз и будет мир семьи так мира шуст у меня нет я не думаю что я не могу меня интересует когда это успею не надо думать что я не могу надо думать что я могу и надо додумать как это успеть сделать влада тивума если душа не может расстаться с любимым мужем который ушел герны если смысл новом супруге ну влада смотрите а я понял и понял и понял и понял ну вообще вообще говорят наши мудрецы что каждая женщина она по природе своих хочет находиться в супружеских отношениях да то есть если не дай бог муж скончался то через год через какое-то время женщина хочет все-таки с кем-то быть разделить свою жизнь если ваша душа не может с ним расстаться посоветуйтесь с раввином нужно понять себя лучше это отдельный вопрос индивидуальный да может быть нужно лучше смотреться в себя понять что вы хотите что вам нужно жизнь продолжается пишет мира шуст да пусть влада решит сама что и делать вместе с раввином так о но ведь говорится что нельзя держать гнев и обиду внутри надо дать им выход согласен совершенно верно совершенно верно я говорю о том что если вы измените подход да по-настоящему измените то тогда ваш гнев и обида улетучиваются как будто не было если же вы чувствуете что гнев улетучился обида осталась надо поговорить об этом с мужем или хотя бы для начала как-то это выместить рассказать подруги как говорится есть такая фраза до габи лев ищи сихина один из объяснений что это означает перевод начали скажу что если из беспокойство в сердце человека расскажите это беспокойство и она и уйдет то есть точно так же гнев и обида хорошо рассказать понимающему человеку который с этим ничего не сделать творцом можно поговорить об этом и это с божьей помощью уходит да если несмотря ни на что на все рассказы да на все изменения мировоззрения у вас остается гнев и обида ну тяжело это представить и предположим да значит нужно искать способы как это выместить нормальным здоровым образом можно там например прокричаться сделать спорт протанцеваться под музыку да можно там побить бутылкой стену или дерево где-нибудь в лесу где никто вам не помешает и не скажет сумасшедший сумасшедшая до мира шут лучше не разговаривать до шаббата ну у каждого ситуация нужно индивидуально смотреть бобрил спасибо уважение всевышний благословит всех желающих стремящихся к исправлению семья общественные ячейки общества до окей дорогие друзья спасибо всем кто был со мной напоследок история внук равария левина раввин который делал хупу моим родственникам сказал это все одной фразы то что я сейчас говорил она сказался это одной фразой happy life happy life happy life что это означает счастливая жена счастливая жизнь и то же самое можно сказать о муже да и теперь обещанный подарок дорогие друзья один из важных факторов из важнейших факторов от которого зависит наше отношение в семье это конечно же финансовый фактор и вам серьезным людям которые дослушали этот урок до конца я дарю обещанный подарок и и это скидка аж 97 процентов на первый день моего курса финансовый апгрейд по подъему вашего финансового потолка с помощью самого внушения я учил эту технику у на еврейском курсе это много знаний которые объединил в один очень очень плотный курс до который я хочу вам дать курс построен на еврейской мудрости и на новейших научных исследованиях напишите кстати я не вижу сколько людей дошло до конца напишите пожалуйста кто-нибудь мне число сколько нас здесь сейчас в эфире я пока что скажу что вас ждет на этом курсе на первом дне курса до который вы можете получить всего за один доллар вы узнаете что такое пирамида всех достижений какие пять уровней необходимо проработать для достижения желанных результатов и даже сверх результатов в сфере финансов и в принципе в любой сфере вы узнаете как проработать четыре из этих уровней и с божьей помощью прямо на первом уроке на первом занятии да на первых первый день проработаете их вы узнаете как правильно стали ставить цели и определить вашу цель вы получите как говорится волшебный пендаль который поможет вам каждый день продвигаться поставленной вами цели также вы узнаете какая наша часть может как помочь сам взлететь к нашей цели так и наоборот полностью загубить всю нашу работу по достижению цели вы узнаете какой уровень пирамиды нужно проработать чтобы вас внутренний gps у каждого нас есть gps легко и с удовольствием вел вас к вашей цели и вы получите реальный пример и узнаете как подсознательные убеждения влияют на нашу жизнь я лично проверю как вы выполнили практическое задание этого дня и по мере необходимости исправлю дополню и отвечу на ваши вопросы и так дорогие друзья себестоимость этого курса на данный момент составляет 315 долларов стоимость одного дня 31 с половиной доллар и сейчас до вторника до 11 59 ночи вторника вы можете провести первый день этого курса со скидкой 97 процентов всего за 1 доллар и так дорогие друзья забирайте подарок по этой ссылке я вам сейчас посылаю ссылку если есть вопросы пишите в личку так ссылками посылается 44 приятно хорошее очень количество людей и так вот ссылка дорогие друзья для тех кто хочет получить подарок рекомендую всем кто хочет поднять свои финансы потолок если вам был полезен этот урок дорогие друзья напоминаю вам что вы можете сделать доброе дело настоящим доброе дело переслать этот урок тому кому он тоже будет полезен я желаю вам построить с вашей нынешней второй половинкой настоящую любовь будьте счастливы и до новых встреч